добрый день друзья сегодня у нас доме рыбный день я буду готовить рыбу и хочу поделиться этим рецептом с вами я предлагаю вам посмотреть как из простой самый дешевый белые рыбы замороженной филе можно сделать очень очень аппетитное и вкусное блюдо нам сегодня потребуется непосредственно сама рыба и мы будем делать ее под шубкой из овощей то есть морковки и лука также нам потребуется лимон один лимон нам надо будет на пол лимона носок и один потом мы будем когда сервировать также нам потребуется немного любого сыра у меня сегодня чеддер и замаринуем мы нашу рыбку сделаем такой маринад из греческого йогурта горчицы нам потребуется черный перец немного немного я возьму сегодня петрушки у меня нет укропа укроп очень прекрасно тоже сюда подойдет и лимон ну и первое что мы начнем это нам нужно обязательно заранее выбрать и разморозить нашу рыбу ни в коем случае нельзя брать ее замороженную потому что в ней обычно очень много влаги и воды поэтому нужно заранее достать и хорошенечко ее разморозить размораживать естественным путем то есть не прибегая никакой там в теплую воду или микроволновку еще как-то потому что это влияет на вкус и на сочность самой рыбы я вот ее достала разморозила теперь нужно хорошо слить лишнюю воду и с помощью бумажного полотенца хорошенечко ее высушить а также нарезаем натираем морковку чистим нарезаем мелко лук и будем делать дальше я хорошенечко обсушила рыбу и теперь займемся маринадом который нам потребуется для этой рыбки как я говорила нам потребуется греческий йогурт на сегодня это можно сделать принципе с майонезом но мы сегодня возьмем именно йогурт я полный рецепт оставлю под описанием видео потому что я даже не знаю сколько там у меня рыбы когда она разморозилась поэтому будете примерно делать по количеству рыбы и порции сколько будет у вас я положила йогурт сейчас немного положим туда горчицы горчица у меня не сильно острая но много не нужно сразу где-то я положила пол чайной ложечки все размешиваем теперь туда подсыпем немножечко немножечко черного перца тоже где-то может быть четверть чайной ложки и и теперь туда я уже выжила лимонный сок будем добавлять лимонный сок лимонный сок будем добавлять понемногу и пробовать наш соус чтобы он не был бы сильно кислый но и чтобы он там чувствуется вам все перемешиваем точно так же на свой вкус мы будем подсыпать соль и такой последний уже штрих просто берем у меня петрушка веду я говорила если у вас есть укропчик прекрасно мелко режем туда петрушку много не надо так только чуть-чуть для аромата укропчик очень хорошо подходит к рыбе поэтому я говорю было бы хорошо чтобы был бы укроп все покрошили размешали и попробовали на вкус если вы считаете что чего-то не хватает например или горчицы или лимона или перца то тогда добавьте на свой вкус я считаю что у меня всего достаточно и теперь переходим к рыбе я беру рыбу беру в миску которую сейчас вы буду складывать рыбку если вы хотите вы можете порезать вашу рыбу более мелкими кусками я сегодня буду запекать вот такими какие у меня есть они у меня разные разные величины ну как будет так будет сегодня кто-то кто больше любит рыбу будет кушать нашу кусок кто-то поменьше как вы знаете очень сложно до рыбу пожарить филе на сковородке потому что рыба обычно она без кожи филе она разваливается поэтому такую рыбу и лучше запекать именно духовке берем наш соус и хорошенечко смазываем нашу рыбку смазываем с обоих сторон и перекладываем в миску берем следующий кусочек прикладываем миску смазываем другую сторону и так делаем со всей рыбой и отставляем ее в сторонку делаем наше приготовление дальше вот так обильно смазала всю рыбу и теперь мы переходим уже непосредственно к овощам как я говорила я уже натерла морковку порезала мелким кубиком лук лука вы можете взять столько сколько вы хотите хотите больше если вы любите лук можете взять больше если не особо значит возьмите меньше и сейчас мы переходим к плите и нам нужно вот это все обжарить до полного почти до полной готовности так как рыба готовится быстро нам нужно сделать так чтобы наши овощи были уже почти готовы для жарки нам понадобится немного растительного масла у меня оливковое для жарки также перец и соль и овощи все идем к плите разогреваем сковородку вливаем нее несколько ложек растительного масла смотрите на на то сколько у вас овощей столько и масло до чтоб они не горели бы можно взять немножко и больше масла потом просто мы выберем овощи масло оставим на сковородке все разогреваем воротку и выкладываем туда наши овощи то есть лук и морковь моркови и лука как я говорила берите столько сколько вы считаете нужным сколько нужно для вашей порции сколько вы берете рыбы и насколько толстую шубку вы хотите на вашей рыбке все перекладываем морковь все перемешиваем и даем ей обжариться несколько минуту так помешивая смотрите если нужно добавляйте масло главное не дать ей подгореть чтобы она только начало было обжариваться и вот так пожарим ее делаем такую зажарку пока наша морковь жарится поглядываем помешиваем она жарится при открытой крышке на таком меньше среднего огне я забыла сказать нам потребуется еще помидорки режем наши помидоры пластиночками колечками не очень толстыми где-то по пол сантиметра и также натираем сыр чтобы не терять зря времени все делаем режем помидоры и натираем сыр пока я натирала сыр и нарезала помидоры прошло буквально минут пять морковочка вот так поджарилась уже еще раз посмотрите хорошо достаточно ли масло я немножечко добавлю буквально могут полтора ложки на столовые и теперь нам нужно подсолить наши овощи я на это количество сыплю где-то около чайной ложки в общем на вкус надо пробовать не перестанет потому что рыба уже так будет подсолено и сыр даст свою соль посыпаем соль добавляем туда немного перчика черного тоже на свой вкус как вы считаете нужным я добавлю где-то может быть тоже 3 чайной ложки и теперь ставим нашу морковку на маленький самый маленький огонь и накрываем крышкой изредка подходим помешиваю чтобы она не пригорела бы и пускай она готовится до полного до полной готовности у меня прошло минут 12-13 я периодически подходила помешивала морковку я попробовала она у меня готова наша шутка из морковки и лука готова и можно теперь будет собирать нашу рыбу запекать нашу рыбу мы будем сегодня духовке поэтому берем противень ну такой величины как вам чтобы сложить всю вашу рыбу я застилаю пергаментом можно наверное застилать и фольгой но я не люблю фауль фольгу потому что к фольге все-таки и рыба и мясо не припекаются а рыба очень нежная она филе без кожи она может разваливаться поэтому я беру именно пергамент к нему рыба не прилипнет немножечко немножечко чуть-чуть смазываем масло много не надо потому что масло у нас есть и в нашей морковке с луком и теперь будем собирать нашу рыбку как я говорила сыр готов помидорки у нас нарезаны зажарочка сделано рыба приготовлена ждет нас все собираем рыбу сначала выкладываем просто рыбку на наш противень выкладывайте не очень близко друг дружке чтобы потом нам легче было бы снять ее с противня у меня сегодня кусочки разные получаются никогда не знаешь когда покупаешь замороженную рыбу какая она там до выкладываем нашу рыбку и теперь будем на нее складывать нашу сумму все очень просто элементарно берем нашу зажарочку и выкладываем слой зажарки на рыбу сейчас я покажу на одной рыбке а потом сделаю все остальное выкладываем слой зажарки на рыбу вам видно да хорошо нет так теперь кладем пару кружочков помидорок вот на мои куски у меня помидорки маленькие влезет по три кружочка помидорок теперь можно немножечко немножечко присолить помидорки только чуть-чуть именно помидорки также на помидорки можно чуть-чуть подсыпать перчика и выкладываем шапочкой наш сыр я сегодня потерла на мелкой терке это не принципиально можно на любой терочке натирать можно на крупный и вот так такую шутку делаем на все наши рыбки так как у меня не все кушают помидоры поэтому пару кусочков я оставляю без томатов если у вас вдруг там примеру нет помидор дома или вы не хотите вы можете не добавлять помидоры прекрасно подойдет тогда можно добавить или томатную пасту или кетчуп вот именно в нашу зажарку где морковка с луком или вообще не класть помидоры или вместо помидор наверх уже просто полить или кетчупом или томатной пастой я не кладу вот именно в зажарку только потому что не все едят поэтому так бы я добавила бы именно к этой морковке и томатную пасту вот так посыпаем сыром в это время вы уже включаете духовку разогреваете ее до 180 градусов и будем ставить уже рыбку хорошо разогретую духовку моя духовка разогрелась как я говорила до 180 градусов и ставлю я на средний уровень и и оставляем ее запекаться где-то минут 25 зависит от толщины вашей рыбки у меня рыба была не очень толстая там где-то по сантиметр полтора поэтому 25 минут я думаю ей достаточно будет ну или смотрите уже по толщине вашей рыбы а в это время я поставлю вариться рис потому что рис мне кажется как гарнир для этой рыбы будет более подходящий и мне кажется это просто классика у у меня рыба запекалась ровно 25 минут вот такая она получается больше ее держать не надо вы видите как измороженная рыба у нее достаточно много выделяется все таки влаги как бы мы ее не сушили вот эта проблема есть всех замороженных филе белой такой рыбы поэтому ну тут уже ничего не сделаешь все рыба готова рис готов и мы накрываем на стол ну вот такая рыбка у нас сегодня получилось я считаю что это прекрасный обед или ужин добавляем лимончика кому нравится выдавливает на рыбку лимончик рыбка получилась очень сочная она не пересушена удобно взять одной рукой так но очень мне кажется вкусно не держите дольше 25 минут я считаю этого достаточно очень вкусно вот этот сок который выделяет рыбка я немножечко полила наверх рис отвариваем обыкновенно как всегда я думаю вы все это умеете делать вот такой ужин или обед у нас сегодня получился если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь со своими друзьями и обязательно пишите комментарии все до свидания друзья